Сегодня мы с вами говорили о Медине и Иерусалиме. Мы сравнивали с вами, сопоставляли два движения, Иерусалимскую Церковь и мусульманскую Ума, Дар Аль-Ислам, основанную в Медине. Мы сами видели, что в Медине произошло объединение политического, религиозного и военного начала под руководством пророка Мухаммеда. Мусульмане говорят, что это Таухид. Таухид. Бог есть Таухид. Бог един. Таухид — это единство. Бог един. Единый Бог. И воля Его едина. Раз у Бога единая воля, нельзя сказать, что одна воля для политической системы, а другая для религиозной. Воля единая, значит, и системы едины. Они должны быть объединены. Так понимают мусульмане. Евангельские церкви смотрят на этот вопрос иначе. Мы считаем, что церковь должна быть отделена от государства. Наши друзья-мусульмане считают, что мы размениваемся таким образом. Ведь как бы получается, что у Бога одна воля для государства, другая для церкви. Мы размениваем Божью волю. А она Таухид, она едина, она неразменна. Если прочитаете вы труды иранских богословов, богословов иранской революции, вы видите, что они на этом и основывают свою позицию. Они говорят о том, что все области жизни должны быть подчинены единой Божьей воле. Бог един, Таухид, и его воля едина Таухид, значит и все остальное. Вся жизнь, политический и религиозный порядок, политическое и религиозное устройство должно быть единым. Сегодня я говорил уже о том, что когда Мохаммед перешел в Медину, когда он был наделен уже политической и военной властью, и мог теперь совершенно спокойно и легко провозглашать свое пророческое служение, он устанавливает Дар Алислам, регион под властью, политической властью ислама. Мы говорили о том, как внутри этой политической власти было место для определенного разнообразия, многообразия для существования димии. Можно было иметь и христианскую общину, или иудейскую общину, и эта община была под защитой. Что же делать с многобожниками? Этот вопрос оказался куда более сложным. Единого ответа на этот вопрос не было, и кажется, что до сих пор нет. Но что же касается народа книги, иудеев, и христиан, им нужно вытереть особое место, особое пространство, жизненное пространство в Дар Алислам. А вокруг Дар Ислам есть и другие регионы. Дар Ахад — это регион Завета, регион дружественных стран, которые в мире с мусульманами. И Дар Аль-Хараб — это регионы, с которыми воюют мусульмане. Началось это уже в Медине, в первые же годы Дар Аль-Ислама, потому что шла война между Исламом и жителями Мекки. Мохаммед оказался весьма мудрым государственным деятелем. Не со всеми его решениями я согласен. Например, с тем, как он обошелся с некоторыми иудеями, которых он считал преступниками и предателями. Обошелся он с ними весьма круто, весьма сурово. Я с этим, конечно же, не согласен. Но как политик, как государственный деятель, он оказался человеком очень даже мудрым. Особенно учитывая условия того времени. Вокруг были совершенно разные силы, угрожавшие стабильности зарождающейся мусульманской общины. И, конечно, приходилось подавлять некоторые силы, некоторые движения. С предателями приходится разбираться. И, кроме того, он с самого начала предоставил место для жизни церкви внутри исламской общины. Это место, как мы с вами уже говорили, было четко ограниченным. Нужно уважать было мусульманскую власть, и жить по определенным правилам. Нужно было платить особые налоги. Это уже потом так стало. Обращаться можно было только в ислам, но никак не ко Христу. И существовали также ограничения на брак. Нужно было со всем этим считаться, со всем этим мириться. Например, христианин не мог жениться на мусульманке. Если такое случалось, то подавляли такие ситуации, разрешали такие ситуации силой, чтобы другим неповадно было. Так что ограничения были. Мусульманство, ислам развивался очень быстро. Через сто лет половина христианского мира уже была под мусульманским владычеством. От Испании до Индии. Представляете, за один век всего. Быстрое, стремительное развитие. И на протяжении 500 лет большинство людей в этих общинах, дар ислам, были христианами. Вот мусульмане вошли в Египет, а Египет-то был христианской страной. А что получилось? Подавляющее большинство людей в этих регионах были все-таки христианами. Но теперь им нужно было понимать, что такое Дими. Им нужно было понимать, как уважать, почитать мусульманскую власть. Иначе были репрессии, причем серьезные репрессии, серьезные последствия. Но вы знаете, если христиане сотрудничали с мусульманами, то могли вполне служить Богу. Хотя проповедовать, евангелизировать, свидетельствовать они не могли. Поэтому церковь постепенно отучалась свидетельствовать. Слишком много вокруг было ограничений, просто ради того, чтобы выжить. Мусульманская цивилизация оказалась весьма динамичной. Десятки миллионов христиан, с одной стороны. Греческая философия, которая процветала там же, в этих самых исламских регионах. Заростреанство. В Индии индуизм. Империя была огромной. Народы, культуры разные. С каждой из них нужно было взаимодействовать, и взаимодействовали по-своему. Однако прошли годы, прошло четыре века, и постепенно империя становилась все более и более единообразной. Оставалось все меньше и меньше места для индивидуальности и для уже знакомого нам динамизма. Исламское движение стало серьезно заботиться развитием и распространением закона шариат. И, как уже было с самого начала, продолжались войны. Кстати, в одной из этих войн мусульмане потерпели поражение в важной битве. В Коране об этом написано. Как это могло быть? Как такое могло происходить? Потому что ведь в Коране четко написано, что Бог не позволит уме потерпеть поражение. Почему уме потерпело поражение? Потому что, говорит Коран, они не слушались пророка. Если пророка слушаться полностью, то не проиграешь, не будет поражения, потому что Бог всесилен, и Он на твоей стороне. Так что слушайся пророка, исполняй требования Суны, и все будет в порядке у тебя. Но в любом случае, говорит Коран, там было поражение, когда 30 человек были убиты, и сам Мохаммед ранен. Да, если вдруг и умрешь, сражаясь за ислам, тогда точно в рай попадешь. Кстати говоря, вот отсюда богословие то, что мученики исламские сразу попадают в рай. А возникло это как раз вот после этой битвы, когда они проиграли. Итак, следуй за пророком, и Бог даст победу. Если вдруг падешь смертью храбрых, то рай будет тебе наградой. И, конечно, в этой войне не переходи границ, не переходи границ. На этом основании, кстати говоря, мусульмане критикуют террористов-смертников, потому что террористы-смертники переходят границ, они нарушают равновесие, убивают невинных женщин и детей. Кстати говоря, сейчас в исламском мире идут серьезные богословские споры на эту тему. Что значит не переходить границы, не нарушать равновесие? Очень уважаемые учителя по всему миру говорят, что нельзя переходить границы, нельзя совершать террористические акты. А другие говорят, ну как же, в данном случае нас подавляют. Это последнее средство, это крайние меры. И в качестве крайней меры террористические акты вполне допустимы, потому что у нас нет выбора. Об этом сейчас спорят мусульмане. И, конечно же, на эти споры огромное влияние оказывают, где живут эти конкретные мусульмане, в свободном городе или не очень, в Мекке или в Медине. А сейчас давайте поговорим о Тавхиде, об этом столь важном аспекте ислама. Бог единый, его воля едина. Все это политическая и религиозная системы должны быть едины. Как же это влияет на наше свидетельство о Троице и об отношении к государству и церкви? Но прежде чем мы перейдем к ответу на этот вопрос о Тавхиде на основе Медины, мединского опыта, давайте сейчас послушаем ваши вопросы или замечания, примечания. Пожалуйста, с Ольги начнем, потому что у Ольги было что сказать по поводу прощения. Павел Иоанн Павел Второй, да, на него покушался один турок, он приехал в Рим, по-моему, турок, но мусульманин точно. Он ранил папу Иоанна Павла, его посадили в тюрьму и приговорили к пожизненному заключению. И, насколько я понимаю, он сейчас в турецкой тюрьме. Есть закон, согласно которому один раз за время своего заключения он имеет право покинуть тюрьму на день или на два. И вот во время своего заключения тюремного он узнал, что Иоанн Павел Второй его простил, потому что он христианин, и простил своего потенциального убийцу. И вот решил использовать, этот человек, заключенный, решил использовать свое право провести день или два за пределами тюрьмы после того, как скончался Папа. И он пошел в Рим, отправился в мир для того, чтобы попрощаться с Папой Римским. Спасибо, спасибо за то, что напомнили нам этот замечательный эпизод. Еще есть замечания, вопросы, потому что сейчас мы уже перейдем к вопросу о Тавхиде и Троице. Хорошо. Итак, тема номер тринадцать. Тавхид и Троица. Тавхид значит единство Божие. Я расскажу сначала одну историю. Мы жили в свое время в Найроби, на восьмой улице, прямо напротив мечети, я вам уже об этом говорил. И каждую пятницу мусульмане собираются в мечети на молитву, и для того, чтобы проповедь послушать. Это приход в мечеть, конечно, это не столб ислама, но такое ожидание предполагается, что люди придут для того, чтобы послушать еженедельную проповедь, и чтобы помолиться в пятницу. И вот однажды, в пятницу, после проповеди подошел ко мне один мой друг из мечети. Он был еще старшеклассником, боевым таким парнем. Приходит ко мне и кричит «Ходи! Ходи!» Стучится в дверь и кричит «Ходи!» Я видел, что он взволнован, открыл ее дверь, а он от гнева вестрялся. «Прекратите! Прекратите!» немедленно, говорил он. «Прекратите!» «Что прекратить?» говорю я. «Да это ваша проповедь!» «Проповедь о трех богах!» «Прекратите!» Я стою на улице напротив мечети. очевидно, в мечети ему что-то такое сказали, что сказали о том, что вот тут есть христиане, которые проповедуют трех богов, это нужно прекратить, прекратить немедленно, потому что на нашей священной улице, на нашей мусульманской улице проповедуют трех богов. Скорее всего, именно так и сказал проповедник. По крайней мере, так можно было судить по его гневу. «Нет, я не буду пить чай сегодня». Я говорю, «Он говорит, зайди чай попить со мной». «Нет, не буду пить чай». «Но он мой друг, он мой друг, африканец, и отказывается чай пить, но это уж совсем невежливо. И я знал, что все плохо, что у меня большие проблемы». Я говорю, «Ну тогда хотя бы объясни, что тебя так рассердило? Я не понимаю, о чем ты говоришь, когда ты кричишь «Три бога, три бога, три бога». Он говорит, «Ну, троица это ваше». А, троица. Нет, троица это не учение о трех богах. Троица. Смысл троицы в том, что мы должны с тобой любить друг друга. Как? Да вот так. Потому что в Боге мы находим любовь и общение. Но Бог не может любить только себя. Он не хочет любить только себя. Его любовь столь велика, что Он вошел в нашу историю через Мессию Иисуса, который есть полное откровение присутствия и любви Бога среди нас. Духом Своим, Духом Божьим. Он дал нам возможность любить друг друга, как Бог возлюбил нас. Смысл троицы в том, чтобы мы любили друг друга, как возлюбил нас Бог. Любили той любовью, которую Он открыл в Мессии. любили так, как дает нам силу любить Святой Дух. Мы должны любить друг друга. Вот это и есть смысл троицы. Надо же, говорит он, так это же здорово. После этого он меня всегда называл Брат Давид или Брат Дауд. Брат Дауд лучше. Брат Дауд. Он стал моим настоящим другом. его взволнованность, его волнение отражает состояние многих мусульман, когда мы начинаем разговор о троице. Отчасти это происходит из-за недопонимания. Они предполагают, что троица это когда Бог-отец, Бог-мать. Конечно, все это неверное понимание, и от этих заблуждений нужно отказаться, иначе мусульмане нас просто не услышат. мы должны помочь им отказаться от этого. Но по большому счету смысл троицы в том, что Бог любит нас, что Он вошел в нашу историю как добрый пастырь для того, чтобы взыскать заблудших. Нашего языка не хватит для того, чтобы все это объяснить. В этом большая тайна. Но, как говорил Августин, мы говорим троица, потому что молчать не можем. Мы восклицаем словами, мы вопием словами, которых сказали о том, как мы воспринимаем Бога, как мы видим Бога в откровении Его, прежде всего в Иисусе, как Бога Отца, Творца всего мира, как Бога Сына, открывающего нам свою любовь, как Бога Духа Святого, дающего нам силу любить, как любит сам Бог. Слов нам не хватает, чтобы объяснить, но мы делаем все, что от нас зависит, чтобы хоть как-то на человеческом языке рассказать о величии Божьем, о чуде Божьем. Бог не просто где-то далеко, Он не оторван от этого мира, Он вошел в этот мир, Он участвует в этом мире. Это и есть Троица. Я бы хотел по этому поводу сказать еще несколько слов, но сначала давайте разберемся, что же такое Тавхид. У нас все очень четко здесь прописано в нашем плане. мусульмане проглашают Бог един, Бог един. Слово Тавхид как раз и описывает единство Божие. Самый страшный грех, который человек может совершить, это ширк. Ширк, кстати, запишите, пожалуйста, ширк, это когда мы говорим, что у Бога есть помощники, что у Бога есть равные. Когда я встречаюсь с мусульманами в мечетях, иногда мусульмане меня просто обнимают даже. Я видел, как мусульмане плачут у меня на плече, а они умоляют меня. Они говорят, Дэвид, перестань быть христианином, стать мусульманином. Ты слишком хорош для христианина. Ты должен быть мусульманином. Почему они плачут? Они плачут, потому что думают, что мое богословие это ширк. А согласно Корану, человек, который считает, что у Бога есть помощники, уж точно попадет в ад. Именно поэтому они умоляют меня, пожалуйста, ну пожалуйста, стань мусульманином, потому что они считают, что Троица уводит нас от центральности, от главенства Тавхида. Сегодня я уже говорил о том, что не только Бог един, но и воля у Него едина. именно эта мысль и стоит за объединением политического и религиозного устройства в исламе, которое началось еще с Медины, с Мухаммеда. Именно это основа иранской исламской революции. Смысл этой революции в том, чтобы все подчинить единой воле Божией. Бог милостив, многомилостив, но он при этом также един. Он многомилостив, но при этом он никогда не сойдет на землю, чтобы спасти нас, потому что это подрывает его суверенитет и подрывает его единство. Но когда мы говорим, что Бог есть Троица, мы указываем тем самым, что Бог пришел к нам для того, чтобы спасти нас. Этот термин Троица пришел в церковь во втором веке. Кто придумал этот термин? Кто ввел этот термин? Тертулиан из Северной Африки? Каким образом выразить наше понимание Бога? Это Троица, слово Троица. Нам, христианам, идея о Троице, учение о Троице очень помогает рассуждать о Боге, хотя в общении с семитскими группами, такими, как, например, иудеи или мусульмане, нам бывает с этим термином трудно. Троица означает, что Бог любит нас, что в Иисусе Христе Он сошел на землю, чтобы спасти нас, искупить нас. В единстве Бога есть и многообразие. Единство Бога не исключает многообразие внутри Троицы. И я сейчас очень мягко, аккуратно постараюсь сказать, жалко, что моего друга Катареги сейчас с нами нет, он бы ответил на эти мои слова. Но скажу так, когда мусульмане настаивают на единстве Бога, на единстве Его воли, на единстве Божьей воли, делает мусульманское движение жестоким, лишает его способности работать в условиях многообразия, делает его негибким, потому что как применить единую волю Божию в столь разнообразном мире? Если Бог называет животных, если Бог просто дает нам свою волю, а наше дело быть послушными Божьей воле, то как это сделать? Как это делать? Что делать, если разные люди по-разному понимают послушание Божьей воли? Вот вам источник конфликта между шиитами и суннитами в Ираке. Что делать, как быть с разнообразием, с многообразием? С точки зрения Тархида, это очень непростой вопрос, потому что никакого многообразия и разнообразия и быть не может, и Бог един. В Библии же иначе. Бог есть троица, значит, есть и единство Божие, и любовь в Боге, есть любовь, там есть и разнообразие. Нельзя же, не может же один любить самого себя, только себя. Есть и общение в Троице. Иисус говорит, я хочу, чтобы вы возлюбили, как возлюбил Меня Отец. Есть общение, есть общность, но есть и разнообразие. Именно поэтому, кстати говоря, богословский, поэтому христианская церковь знает, что делать с многообразием, как поступать с многообразием. Даже в Боге есть многообразие, уж тем более мы многообразные. Там наши друзья, мусульмане, говорят, у вас слишком много, и все вы разные. А мы говорим, так это здорово, хорошо, что мы разные. здесь в России есть совершенно разные различные христианские общины. Есть и богословские различия, и следуют споры. Но христианское движение по всему миру пронизано многообразием. Это одно из главных наших свойств. А восходит все это к богословию Троицы. Разнообразие внутри Бога, и при этом общение внутри Бога. Бога. Но ведь в Коране, насколько я понимаю, слово Аллах используется местоимение множественного числа «мы». Это что, указание тоже на Троицу, или просто стилистическая особенность? Понимаете, да, если мы смотрим как христиане на Коран, то мы действительно видим указание на разнообразие, многообразие внутри Троицы. С этого, пожалуй, очень удобно начать разговор о Троице. Однако мусульмане говорят, что это «мы» авторитета, или «мы» власти. Или «мы» от редактора. Человек говорит «мы», хотя пишет сам от себя. Мы считаем, хотя на самом деле я считаю. Мусульмане найдут ответ на ваш вопрос, если вы спросите, почему там слово «мы». Мы с вами христиане. Мы все это читаем, и мы видим, конечно, потенциальное указание на Троицу. Оно может оказаться весьма полезным. Но, да, еще я сейчас как раз читаю эссе одного моего коллеги из Берутского университета как раз вот на эту тему Троица и характера Бога, атрибуты Бога в исламе. мусульмане ведут серьезные богословские споры по этому вопросу. Бог один, Тавхид. Раз Бог один, то как же тогда осмыслить многообразие? Если он один, то что делать с многообразием? Иногда мусульмане даже воюют по этому поводу. Работа, диссертация, которая считает на эту тему, очень интересна. Автор пишет, в частности, о том, что атрибуты Божьи могут побудить нас задуматься о богословии Троицы. Но не нужно уж слишком активно на этом настаивать, потому что даже для мусульман это вопрос. Тавхид один, а действительно есть атрибуты Божьи, которые подталкивают нас к Троице. Но что же делать по этому поводу? Непонятно. Есть один Бог, но в Боге многообразие. Бог Отец, Творец, Бог Сын, Искупитель, Иисус среди нас, Бог Дух Святой, который трудится в нас, который преображает нас, который дает нам силу. Видите, один Бог внутри ипостаси Божества. Единство Бога не исключает общение внутри Троицы. Вот это библейское богословие. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Но получается такая вещь, что вот в Коране есть стих о Троице, где написано, что Троице — это Бог, Отец, Мария и Иисус. А ведь Коран написан Аллахом. То есть что, получается, Аллах не разбирался в христианском богословии? Как же он мог совершить такую ошибку и неправильно интерпетировать христианское богословие, открывая Мухаммеду свой Коран? Как мусульмане решают этот вопрос? Потому что Коран ведь книга от Бога, значит, там все должно быть правильно, а тут неверное представление реальности, неверное представление христианского богословия. То есть что, Аллах не знал, или как они объясняют? Но они обычно говорят, да, что всякое откровение, все откровение сошло с небес. Вопрос в том, почему вот это запрещение, почему эта оговорка о Троице, я сейчас читаю вот эту статью, диссертацию моего друга из Берута, он пишет о том, что непонятно, к кому относится, против кого направлен этот стих, против политоистов или против христиан. Там не написано, в стихе не написано. Просто написано, Троица, не верь, не верь, что у Бога была жена и сын, а это политоизм. Тут не написано, что именно в это верят христиане. Есть предупреждение, чтобы мы не верили в это, но нигде не написано, что верят в это именно христиане. Да, может быть, он выступает против христиан, может быть, против политоистов. Я почему-то думаю, что все-таки скорее против политоистов. А откуда эта мысль у него появилась? Ну, наверное, все-таки были христиане, у которых еще не было Библии, и которые заразились политоистическими представлениями. Вот он их слушал, и, наверное, возможно, услышал такую идею у христиан, идея отца, матери и сына. Большое спасибо за хороший вопрос. Займу еще пару минут вашего времени. Как же объяснить мусульманам троицу? Во-первых, неправда, что мы верим в трех богов. На самом деле, троица это и таинство, и неожиданность. Таинство не значит, что троица нелогично или неразумно. Нет. Таинство значит, что учение о троице столь велико и столь чудесно, что для описания его человеческих слов не хватает. Мы ощущаем Бога как Отца Личного Творца, Сына, Слово Божие Искупителя, и Святого Духа, Который постоянно с нами и в нас. Они едины в общении и любви. Именно так мы воспринимаем Бога. Мы пришли к идее о троице не на основании философских рассуждений, а на основании опыта Божьего откровения, переживания Божьего откровения. Слов нам не хватает, и все же мы пытаемся описать это откровение. Коран говорит о том, что Святой Дух и Мессия — Слово Божие. И говорится о том, что и Святой Дух и Слово Божие связаны с Мессией. Не отделить, невозможно отделить Божьего Духа от Бога. Неотделимое и Слово Божие от Бога. Недавно я спросил христиан, живущих на Ближнем Востоке, как вы объясняете мусульманам троицу? Они говорят очень легко. Просто говорю, вы ведь мусульмане тоже верите в Духа Божия? Конечно, потому что Коран неоднократно о нем говорит и в Писаниях также. А можно отделить Бога от Его Духа? Нет, конечно, нельзя. И Слово Божие это Слово, которым сотворено все, что есть вокруг нас, которым держится все, что есть вокруг нас. Вы верите в Слово Божие? Мы верим в Слово Божие. Невозможно отделить Бога от Слова Божия. Значит, троица неразделима. Троица это Слово, Дух и Бог. Но все это едино. Кстати, избегайте, пожалуйста, таких аналогий, как лед. Троица как лед. Три состояния воды, да? Вода, лед и пар. Не используйте физических, материальных аналогий. Я вас умоляю, не используйте. Потому что, по большому счету, это жуткое искажение смысла Троицы. Смысл Троицы в том, что Бог нас любит. Лед никак не указывает на любовь Божию. Нет, может быть, указывает на то, что лед нам тоже иногда бывает нужным. Нужен, но это такое отступление. Мы хотим сказать о Троице, показав, что Бог искупает и спасает нас. Когда мы читаем в Коране Слово Божие, Дух Божий, Иисус, Мессия, я, конечно, не говорю, что в Коране тринитарианское богословие, богословие Троицы. Но все же указания на Троицу есть и в Коране. Поэтому мы и говорим нашим мусульманским друзьям, читайте Новый Завет, узнавайте, кто такой Дух Святой, узнавайте, кто такой Иисус, Мессия, узнавайте, что имеет в виду Новый Завет, когда говорит, что Иисус Сын Божий. Придите, познакомьтесь с Богом лично, узнайте Бога, который любит нас, который пришел к нам в Иисусе Христе, чтобы искупить нас и спасти нас. Придите, посмотрите, придите и смотрите. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...